15 февраля для россиян этот день особенный. Его нельзя забыть и вычеркнуть из истории страны. Именно в этот день, 32 года назад, решением правительства окончательно вывели ограниченный контингент советских войск из Афганистана. В память об этой исторической дате в Губкинском на площади воинской славы прошла торжественная церемония. Сегодня, 15 февраля, мы отдаем дань уважения тем, кто защищал интересы нашей Родины за пределами нашего государства. Конечно, самый продолжительный военный конфликт за пределами нашего государства – это Афган. Более 620 тысяч советских солдат и офицеров защищали интересы нашей Родины на протяжении более 10 лет. Из них 15 тысяч, к сожалению, погибли. Десятки тысяч остались инвалидами. Многие пропали без вести. Об этих событиях вспоминать тяжело, но забыть о них мы не имеем права. День памяти был установлен 11 лет назад в знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность воинскому долгу при выполнении интернациональных задач. Наши солдаты и офицеры воевали не только в Афганистане, но помогали Корее, Вьетнаму, Анголе, Венгрии, сегодня – Сирии. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с той войны, кто в других горячих точках свой воинский долг исполнил до конца. Сегодняшняя дата – это еще одно напоминание нам всем о том, как важно сохранять мир, как важно, чтобы никакие политические и экономические войны не перерастали в пролитие. Сегодня мы говорим спасибо ныне живущим воинам-интернационалистам, тем, кто рисковал жизнью ради благой цели мира во всем мире. Сегодня в Губкинском проживает 218 ветеранов боевых действий. 67 из них – воинов-интернационалистов – состоят в общественной организации «Ветеран». Один из них – Владимир Кузнецов. Свои боевые задачи в 80-е на протяжении полутора лет он выполнял в Кабуле, в 103-й воздушно-десантной дивизии. Почти четыре десятка лет отделяют от этих событий. Срок по меркам человеческой жизни немаленький, но те, кто там были, никогда не забудут эти афганские дни и ночи. Конечно, что сказать. Страшно было? Конечно, страшно. Не бояться только, наверное, не знаю, страшно. Лучше, конечно, чтобы это больше не повторялось. В этот день приходят и взрослые, и молодое поколение. Они видят, что в этот день торжественно проводятся различные мероприятия, слова на путстве. И молодому поколению надо знать историю, надо защитить эту память, потому что без этого никак нельзя. Ямальцы помнят подвиг воинов-интернационалистов. И этот день – еще один повод вспомнить тех, кто отстаивал интересы страны за ее пределами. В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к вечному огню. Елена Канина, Михаил Марков, Олег Короткевич, Новости Губкинского.